Очень грустно, потому что не только, так сказать, касается меня, все-таки это прецедент, который касается, может, других людей. Я об этом говорил, приводил, так сказать, цитаты философов, которые на эту тему сказывались. Хотя какого-то ожидания положительного результата у меня не было. Я понимаю, что на кону стоит престиж депутатского корпуса, которому дали команду принять такое решение. Потому что просто удивительно. Я проводил высказывания Исаева по моей персоне, так сказать. То, что он говорил буквально год с небольшим назад и письменно писал об этом. Депутаты, которые меня знают не один десяток лет, которые... Ну, вот так у нас сдали команду и по этой команде все решается. Мы, к сожалению, мне это напоминает 60-70-е годы прошлого века, когда, так сказать, публично, значит, обсуждали Пастернака, других, так сказать, людей, которые, так сказать, Пастернака, вот эта фраза Пастернака не читал, но я его осуждаю, так сказать, в больших залах. И понимая о том, люди должны понимать, что сегодня это коснулось меня, а завтра коснется кого-то из них. И мы же знаем, так сказать, и тех прокуроров-судей, которые привлекали к уголовной ответственности, и которые сразу же говорили о правах человека, о защитнике и все остальные, так сказать, вещи, которые, так сказать, они, к сожалению, не всегда реализовывали, находясь на своем служебном кресле. Поэтому у нас же так на России говорят, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Поэтому я мог приводить из местной фамилии тех, кого привлекли, прокуроров, и знаю, как они обращались и как они, так сказать, с людьми, с их правами там попирали и так далее. Но бог им судья. Хотелось бы, чтобы все-таки правосудие осталось правосудием, потому что я говорил об этой народной мудрости, суд не на суд, а на пересуд, лучше, чем народ, не скажешь по этому поводу. Поэтому люди как бы идут, могут какой-то произвол быть со стороны должностного лица, там, правоохранительного органа, но на то и суд, чтобы сказать этому произволу нет, сказать, что это незаконно и соответствующее по этому поводу решение принимать. Я вот сейчас как бы обсуждается, вот то, что решение Верховный суд принял, отменил все не считающие решения. Ведь все то, что Верховный суд заложил как основание для отмены, я все эти доводы приводил во всех трех судах. Говорил о них, подробно, так сказать, излагал, значит, увесеблял, значит, просил учесть это все. Ничего не учли, в итоге Верховный суд, так сказать, ввиду того, что все-таки никто не вмешивался, значит, принял то решение, которое приняло, законное, обоснованное это решение. Но всегда, так сказать, когда есть спор, есть две стороны в гражданском процессе, в административном процессе, одна, так сказать, обязательно будет проигравшей. Но все дело в том, что когда есть, на самом деле, споры, когда есть какие-то, так сказать, разные позиции, разная интерпретация той или иной ситуации, ну, при любом там автотранспортном происшествии, да, есть два водителя, которые, так сказать, каждый доказывает свою правоту. А есть дело, которое рассматривалось сегодня в отношении лишения меня почетного звания, но оно бесспорное. Бесспорно, с точки зрения того, что нужен поступок, который порочит это звание, его совершение, никто не сказал, не сказали представители администрации города и городской думы, не сказал районный суд, какой же поступок я совершил, порочите это звание. Но нет этого поступка, потому что нельзя сказать на то, что Левин там, так сказать, писал в своем этой бумаге, что я не должен был такие обращения делать и об этом писать. Ну, это смешно. Но нигде пока не написано, что именно из-за этого поступка произошло вот такое решение. Ну, нету. Принималось чисто политическое такое решение, которое по указке некоторых там партийных лидеров это делалось. Ведь накануне заседания городской думы была фракция. И вопрос, связанный с решением меня этого звания, там не стоял, не было в повестке его. Но это такие правила, которые, так сказать, любые партии перед началом, за годи процедуры, за годи рассматривают всю повестку. Не было. Я специально интересовался. И накануне, в день заседания, за полчаса до заседания, в 9.30, значит, собралась фракция, приняли решение. Сразу после фракции переросло в заседание комиссия и пошли на это. Но если вы делаете праведное дело, что вы же все делаете так тайно, так стремительно и тайно? Я спросил меня, пригласите, я дам объяснение. Никого не интересовали мои объяснения? Потому что они, понятно, были бы, так сказать, не в пользу того, что было сделано. Потому что, ну, надо же каким-то образом было тогда сказать, ты вот совершил кто-то. Но я понимаю, так сказать, человек в пьяном виде, сел за роль поступок, за который можно оказываться. В данном случае. Но высказался я, высказался. Я имел на это право конституционное. Поэтому грустно, грустно, но будем бороться. Продолжение следует...